На пути к подземному переходу люди встречают строительный забор. В пешеходном тоннеле со стороны улицы Конституции уже сняли облицовку, а на противоположной части реки на улице Чайковского. Несмотря на ремонт, переход открыт. Забор лежит рядом. Как рассказывают жители, его убрали не строители, а люди собственными руками. Дело в том, что работы после демонтажа старой плитки здесь не ведутся уже две недели. Уже длительное время, вначале закрыто было, а потом сами жители забор снесли. Вот и ходят. Это более чем... Ну, недели три, наверное. Жаль, невозможно ездить даже на велике. Мне нравится. Ну, а как же, препятствия же должны быть в жизни. Без препятствий не бывает. Переход отличный. Ну, будет выглядеть, я думаю, после ремонта достаточно нормально. Причин такой задержки в ремонте несколько. Первая – банально. Подрядчики ждут, когда придет заказанный для реконструкции материал. Вторая – традиционная для последних дней – это непростые погодные условия. Как рассказывают департаменты городского хозяйства, к ремонту должны приступить уже во вторник. Срок окончания работ – конец ноября. Работы там связаны с облицовкой стен, полов, потолков, заменой электрических светильников, приведением к доступности. Пешеходные переходы необходимо завершить как можно быстрее. Все мы, конечно, испытываем от этого огромные неудобства, потому что как-то они все вместе начали ремонтироваться. За забором оказались и часть подземного перехода, ведущего в парк Ривьера. Этот пешеходный тоннель тоже закрыли на ремонт. Цель – обустройство доступной среды для маломобильных групп. Кроме того, здесь появится специальный навес для того, чтобы дождь не попадал в портал перехода и не затапливал его, как это происходило последние несколько дней. Татьяна Нагорская, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.